Они готовы ответить на любой вопрос и неизлечимые болезни. В День памяти умерших от СПИДа волонтеры работают прямо на Кировке. Как вы думаете, мама, которая инфицирована, ВИЧ, она может родить здорового ребенка? Ну вот на ваш взгляд, как может? Мне кажется, нет. Кровь-то одна и та же. Нет, кровь, да. Но здесь вот молодой человек, он хоть и сомневается, но он прав. Потому что мама действительно может при употреблении определенного лекарства, которая будет назначена, нам может родить здорового ребенка. И это уже подтверждено и уже не первые случаи. Многие смущаются и отворачиваются от камеры, но такие разговоры с молодежью нужны. Специалисты Центра Компас поясняют, одна из главных проблем современного общества, что к зараженным СПИДам относятся как к изгоям. Люсия Нуриева знает десятки таких историй. Раньше она тоже работала волонтером, ей приходилось выводить людей из депрессии. Были многие знакомые ребята, которые мне помогали с этой проблемой. Знакомился со своими друзьями, потому что многие боялись даже подходить к ним, думали, что как-то это может влиять на другое, ну, их здоровье там еще как-то. Конечно, друзья по-другому стали относиться, на самом деле, когда узнали всю информацию. Но так происходит не всегда. Многие ВИЧ-инфицированные не находят понимания и перестают бороться за свою жизнь. Хотя медицина и может помочь. Существуют такие препараты, принимая которые, человек с ВИЧ-инфекцией может жить столько, сколько ему отмерено Богом. То есть в данном случае все зависит, в первую очередь, от самого человека, насколько он заинтересован в сохранении своей жизни, насколько он готов, может быть, где-то поменять свой образ жизни, вести более здоровый образ жизни. В память о жертвах СПИДа в небо улетели 238 шаров. Столько же южноуральцев умерло от СПИДа за год. А всего на учете с ВИЧ состоят почти 22 тысячи жителей области.